В нашем доме много пожилых людей, особенно бабушек, как называют бабушки на скамейке. Скамейка одна и поломанная. Сидеть было невозможно. Здесь у нас была стоячая вода. Наверное, была плитка неправильно уложена или после дождя ее размыло. Я обращалась в 115, ответа было никакого. Даже более того. Я, по-моему, даже звонила в администрацию, у меня ничего не получилось. И я не помню даже, как я вышла на ЖЭС. Я обратилась к директору Михаилу Станиславовичу. И в самое ближайшее время, буквально в течение двух недель, вопрос решился. Причем я попросила, если так возможно, пускай будет не одна скамейка, как раньше было, а две. Он пошел навстречу и сделал, как вы видите, очень красивые зеленые скамейки под интерьер лета. Мы очень довольны его работой. Я знаю, как в ЖЭС очень тяжело работать, но, тем не менее, я поверила в чудо, и оно свершилось. Три года это точно стояло. Увесь вид напортил. Так оно сухое полностью было. Верхушка свалилась, а сама как-то хорошо, что там не было детей, когда верхушка свалилась. А спилили его когда? Позавчера вот только какое-то число было. Позавчера. Свободнее и приятнее посмотреть, что там растут цветы. Цветы растут, так приятно смотреть, что цветы там растут. Женщины же ухаживают за цветами, у кого сила есть. Если брать статистику по городу, и что звучит во всех СМИ, конечно, обращений граждан по службе ЖКХ всегда много. Я бы сказал бы, как обычный житель, не как директор ЖКХ. То есть, если вы ступили за порог нашей территории, вы оказались связаны с системой ЖКХ. Где-то и много требуется от того ЖКХ, которое на сегодняшний день работает. Самая основная на сегодняшний день тематика обращения, это что касается текущего ремонта. Значит, это утепление наружных ограждающих конструкций, уборка придомовой территории, уборка подъездов. Граждане могут обращаться как к нам на прямую линию горячую, которая ежедневно у нас работает в ЖКХ. По выходным дням принимает на прямой линии заместитель, либо я сам принимаю также обращение граждан.